здравствуйте друзья с вами снова валерий сегодня небольшое видео это будет видео ответ на вопросы моих зрителей это видео оно не связано с альтернативой но тем не менее после просмотра этого видео на канале возникла довольно оживленная дискуссия и было много версий много вопросов и вопросы на которые однозначно я не мог дать даже ответа и ответ на эти вопросы мы в данный момент посмотрим вместе с вами то есть мы сделаем вместе этот опыт и посмотрим результат значит разговор идет о приготовлении так называемой живой и мертвой воды и один из интересующихся вопросов моих зрителей был что будет если приготовленную воду то есть живую и мертвую она же щелочная и кислотная слить вместе и затем снова перепустить через аппарат значит сразу там после того первого видео я сливал воду вместе я ее пробовал на вкус идеальная вода ну просто идеальная и значит были там версии что все хлопья которые выпадают это процесс распада электрода но скажу вам точно что это нет это не процесс распада электрода потому что хлопья выпадают возле электрода с нержавейки и хлопья выпадают ну не в каждой воде то есть чем лучше вода это я уже заметил и могу судить по своей городской воде кстати нет я не ошибся наша городская вода она берется значит она скважина 1200 метров 2 скважина 1000 метров то есть здесь я не ошибся то есть такой глубины берется наша городская вода и вода действительно заслуживает внимание вот с 2005 года мы здесь живем и такого как накипь в чайнике я никогда не видел то есть такого у нас не бывает и осадка с этой воды но я уже показывал и потом еще чуть позже покажу ну практически в банке нет поэтому чтобы было более наглядно мы снова наберем воды со скважины сделаем электролиз этой воды аппаратом кстати еще там был вопрос там даже это не вопрос это наверное как бы так подъездок а там или как это назвать что этом рекламирую то ли продаю нет ребята я не продаю этих аппаратов я их не делаю я их не рекламирую я даже в своем видео не называл название там уже было в комментариях когда меня просили что это за аппарат то там уже я написал но нет я не производителей не название я вам то есть кому интересно вы сами все это найдете мы просто проводим тесты и смотрим результат в общем кому интересно смотрим кстати у нас самая полноценная весна хотя по утрам еще есть морозы вчера даже минус 10 с утра было вот как-то похолодало но тем не менее солнце уже свое берет и в данный момент не совсем на первом плане альтернатива в данный момент вот видим обрезаю деревья вот видим это еще там нужно пилить вот видим там обрезал один виноград здесь также по обрезал виноград и кстати обрезал грушу и и думаю ее вот так вот все срезать и прищепить грушу которую мне присылал от воды александр так ну мы возле скважины и набираем воду значит у нас емкость разделенная водонепроницаемой перегородка перегородка но она судя по всему какая-то тряпчаная лишнее сольёв ой ой а ну принципе слил нормально так ну вот видит вода чистая прозрачная здесь ничего не плавит вот так на солнце я покажу все идеально идем ставить его под агрегат вот наша вода загружаем наши электроды все стало на свои места и включая удлинитель принес все заработала и ждем смотрим время 909 в данный момент 9 часов 9 минут смотрим через сколько и что у нас получится значит после приготовления этой воды мы его сольем дадим отстояться вот этим всем хлопьям далее снова сольем вместе и снова перепустим через этот аппарат и посмотрим сколько там будет хлопья то есть что-то будет потому что мы сутки не будем ждать покуда там что-то отстоится но я думаю что такого количества там уже не будет в общем посмотрим друзья ровно 10 часов 10 минут то есть ровно час практически прошел эту штучку идем на кухню эту воду солью в банке почему на кухне ну потому что если я здесь разолью воду то жена мне расскажет где мы жили были так в прошлом видеоролике я не показывал значит вот видим черный осадок это осыпается кремниево графитный электрод и чем хуже вода тем больше вот этой ерунды на дне то есть вода чистая вот это все остается на дне ну а это значит отсек где была живая вода она же щелочная ну вот видно там еще хлопья плавают сейчас мы это все выливаем промываем воду воду вот так вода собственно вот она то есть практически здесь разницы то нету обычно при хорошей воде разница ощутимая то есть живой воды больше мертвой меньше а здесь как-то получилось практически поровно чуть-чуть это больше будет видно на палец больше вот разница как выглядит мертвая вода сразу после сливания с аппарата и вот так вот выглядит живая вода там многие писали что это минералы витамины но чё там я так подозреваю что употребление таких витаминов на пользу не пойдет так вот это выглядит дожидаемся покуда большинство этого осадка осядет далее чистую воду смешиваем и снова перепускаем через аппарат посмотрим что будет с момента приготовления воды пришло два часа осадок более-менее я бы сказал осел вот видим на дне здесь здесь чистая вода теперь эту воду сливаем в одну общую банку ну вот нашел двухлитровую банку вот это кстати это полтора литровые банки а то там у меня говорили как я три литра воды уместил в литровые банки телефонный разговор немного перебил сам процесс значит покуда заливаю воду она немного в общем сбалтывается с вот этим мусором попробуем аккуратно тут видно подымается ну все не будем мы этот каламбур туда выливать так и примерно она это можно выливать примерно поровну так это мы сольем вымазим вот видим вода если там что-то и попало ну в общем в идеале и вам скажу что я ее уже пробовал на вкус обалденная в общем ребята за ваше здоровье так и теперь вот этих двух литров посмотрим что будет пробуем полу разлить так есть ну вот я думаю видно вставляем все трудом время 1239 так в данный момент час 14 запустили этот процесс без 20 час то есть там 35 минут перед этим больше часом включаем смотрим что получилось ребята так вода то чисто нету хлопью сейчас перелью вы видите то есть чем чище вода тем быстрее этот процесс проходит еще раз и ее практически поровну и там и там вода то чистейшая и так и хочу показать вот сколько осадка осталось с кремниевого графитного электрода вот видим то есть практически его здесь нет по сравнению с тем осадком который был изначально ну и вот результат здесь даже можно попутать где живая где мертвая но вот это ребята вот это живая та что перед этим было с огромным количеством хлопьев это вот мертвая но даже по температуре отличается как бы немножко ну чистая чистая даже осадка нету дизай будет там что-то упадет ну его нету так что этот прибор реально чистит воду не чистит идеально ребята собственно на этом все всем добра и позитива отличных идей хорошей питьевой воды и данных видео друзья всем пока